Всем здравствуйте! Меня зовут Георгий, полное имя Курящий Георгий Владимирович. Я преподаватель факультета в учреждении математики и кибернетики Московского госуниверситета. Еще я там долгое время работал преподавателем в вечерней математической школе, программирование с детишками изучали. Но основное мое место работы – компания Basalt SPO, где мы делаем Linux-дистрибутивы. Еще я работал на факультете лет 10 системным администратором. Примерно такой у меня опыт всего этого безобразия. А с вами мы будем заниматься не Linux-ом и в каком-то смысле не программированием, хотя на самом деле программированием. Потому что у нас курс называется «Архитектура компьютеров и операционной системы». И начнем мы как раз с архитектуры. Вы какой курс, простите? Второй. Со вторым курсом и с архитектурой ситуация следующая. Бывает так, что вся вот эта алгоритмическая штуковина, которая проходит на этом курсе, не то чтобы не заходит. Но когда ты смотришь на этот C++ страшно, тебе начинает казаться, что все это ваше программирование – это такое колдунство ужасное. То есть ты говоришь какие-то волшебные слова, значит, компьютер там что-то себе думает, а потом он решает твою задачу. И даже у людей, которые довольно много занимаются программированием, именно вот с такой позиции и успешно, это вот ощущение колдунства остается. И наша задача в первом из трех модулей, курс у нас состоит из трех модулей, наша задача в первом из трех модулей, которая вообще, говоря, называется «Архитектура» ЭВМ. Не только составить себе представление о более или менее классической архитектуре ЭВМ, но и попробовать понять, зачем она такая и почему. Потому что далеко не всегда понятно, от чего компьютеры в том виде, в котором они перед нами предстоит, вообще такие. И второе, как бы перезапустить вот это понимание программирования с нуля, для вас. Потому что основная практическая часть по циклу первого модуля будет проходить на эмуляторе архитектуры, такой, как называется, NIPS, к сожалению, уходящая, ну, все еще существующая и вполне живущая, но уходящая для нас отрасль компьютеростроения. Вот. Эта архитектура была выбрана за ее, в общем, простоту. И если вам покажется в течение этого модуля, что все очень сложно, то это вы просто не видели других. Вот. Значит, программирование в эмуляторе, как мы это узнаем, правда, на следующей лекции и на практике уже, это фактически командование непосредственно процессором компьютера. Вот. И в этом процессе управления процессором, да, никакого колдунства нет. Машина делает только то, что вы ей скажете. Ну, как говорил Хрущев, машина мыслить не может, она должна ехать. Вот. Или это Лысенко был. Ну, не важно, кто-то из этих людей. Вот. Значит, второй модуль. Мы плавно переезжаем от архитектуры компьютера в той программной начинке, которая должна обслуживать эту архитектуру. Вот. И, я думаю, где-то в конце первого или в начале второго года поймем, что недостаточно писать просто какой-то комплект программ, которые решают ваши поиски задачи и немедленно этот комплект программ поставлять в рейте с компьютером. Это, может быть, было достаточно лет пятьдесят назад. Сейчас это не так. Вот. Поэтому мы попробуем посмотреть за счет чего с программной стороны. Значит, второй модуль, третий модуль, это у нас второй модуль, извините. У нас такая волшебная нумерация, да? Она начинается с двух. Вот. Мы начнем со второго модуля, дальше будет третий, а в конце будет четвертый. Вот. Значит, второй модуль, он планируется более программистский такой, в том смысле, что мы будем рассматривать как немножко, совсем чуть-чуть будем рассматривать как устроенное ядро операционной системы. Ну, естественно, сформулируем, за время этого модуля сформулируем, что такое вообще операционная система в современном понимании. Вот. И посмотрим, как, опять же, очень немножко программируется для ядра. Это не означает, что мы, скорее всего, мы не сможем написать даже простейший драйвер. Потому что это не столько сложно, сколько муторно. Хотя, если я хорошо подготовлюсь, то, наверное, сможем. А вот подергать различные системные вызовы, которые отвечают за различные ипостаси гидрав, из пользовательского пространства подергать, мы сможем. Нам понадобится знание языка программируемой C, не C++. И, возможно, в параллельно на практике мы запустим еще изучение C, потому что, если вам кто-то сказал, что C++ похожие языки на C++ более новые, то у вас обманули. Вакц. Программирование на C. В принципе, для знающих C++ главная проблема в программировании на C понять, что вот все то сложное, вкусное и крутое, что придумали в C++, и в C отсутствует его крутость совсем в другом. В чем его вкус мы тоже поймем, я надеюсь. Вот. Наконец, четвертый модуль у нас уже будет посвящен архитектуре операционных систем. Операционных систем. Вот. И, по большей части, мы будем рассматривать устройства Linux, операционных систем с ядром Linux, Linux-based. Это была буква U, Linux-based. Вот. Ну, в частности, потому что я уже сколько лет? Много. С 2003 года являюсь разработчиком одной из таких операционных систем, и мне, в общем, довольно легко на этот счет что-то говорить. Вот. Вот. Вот примерно так это все будет устроено. У нас по каждому модулю, разумеется, предусмотрен практикум. Практикум по архитектуре будет состоять в основном из программирования на ассемблере, вот этой самой эмуляторе процессора MIPS. Практикум по этой части, вы можете сами себе определить, что состоит, он будет состоять из написания двух, трех, пятистрочных программ на оси, которые делают что-то, что в нормальной операционной системе делают большие утилиты. Вот. Ну и, наконец, архитектура. В архитектуре мы посмотрим, как вообще устроена типичная операционная система, она, в общем, какие задачи она решает, и что нужно предусмотреть разработчику операционной системы, чтобы эти задачи она решила. Вот. Примерно так это будет все устроено. Значит, практика по операционным системам, скорее всего, все будет разнообразное. То есть, мы будем, наверное, изучать, если у нас хорошо пойдет, какой-нибудь языки сценариев, чтобы на них какие-то мелкие-мелкие задачки писать. Вот. Мы будем, наверное, изучать что-то, продолжим из C делать, более крупное, чем просто там трехстрочники. И мы будем, скорее всего, решать какие-то практические задачки просто, знаете, вот. Вот. Вот когда я учился на курсе администраторов компании Sun Microsystems, нам давали сломанный компьютер и говорили, почините. Ну, наверное, такого мы делать не будем. Вот. Ну, сначала продиагностируйте, говорили нам, да. И по возможности почините, скажите, чего в этом супе не хватает. Ну, ладно. А, значит, ну, может быть, мы тоже будем решать задачу. Вот вам, значит, условно говоря, не настроена система. Достройте ее до состояния, чтобы она решала нужные задачи. Посмотрим. Потому что это сильно очень зависит от того, как у нас пойдет освоение материала, как далеко я смогу зайти. Вот. Вот. Потому что тематический план, он довольно очевиден. Вот. Вот этого всего. Вот когда мы доделаем, ну, поймем, сколько что стоит. Вот. Тогда это увидим. Да. А вот как глубоко мы можем залезть, мы не знаем. Такие дела. Значит, это что касаемо планов на год. Учебный, оставшийся. А... Буууу. Сегодня у нас вводная лекция. Вот. Я даже, видите, не стал включать никакой компьютер, потому что на самом деле для того, чтобы изучать какую-то там архитектуру ЭВМ, нужно хорошо себе представлять, что лежит под ней. Ну, например, у вас же была дискретная математика. Она, кажется, даже не закончилась еще. Или уже? Еще какая-то дискретная математика. Интересно. Значит, в любом случае, вы же понимаете из той дискретной математики, которая у вас была, что смотрите, у меня на лекциях на моих можно разговаривать. Можно. Только вы должны делать это не тише, чем я. Потому что иначе слышно будет не всем. Вот. То есть, если у вас действительно появилась какая-то идея, чего-то добавить или что-то умное сказать, говорите, пожалуйста, громко, вот, если вы хотите сказать что-то умное. Если вы хотите сказать что-то, ну, другое, а надо. Вот. Поэтому можно даже руку не поднимать, потому что мы все здесь дисциплинированы, вряд ли, вряд ли все сразу вскочат с места и начнут разговаривать. Я не верю в это. Вот. Так что можно говорить. Спасибо. Вот. Только, вот, да, ну, в этой аудитории, по-моему, кто бы ни сказал, примерно одинаковая громкость. Вот. Сегодня у нас вводная лекция, потому что нам нужно понять, что мы должны хорошо себе представлять, с чем мы должны прийти, грубо говоря, в пятницу. Ну, куда заглянуть, прежде чем начать вот копаться в этом самом МИПСе, в этих самых архитектурах. Значит, первое, это дискретная математика. Точнее, я бы сказал, схемотехника, но боюсь, что так глубоко вам объяснить ничего не успели. Вот. Меня интересует, естественно, алгебра логики. И, ну, как это называется? То, что, то, что называется в схемотехнике ключи. Простейшие элементы. Вот. У вас было такое построение каких-нибудь, не знаю, сумматр из простейших элементов? Да. Вот это самое оно. Отлично. И схемотехника. Примитивная. Есть у нас там, вот, в курсе, в первом, ну, в модуле архитектуры одна тема, которая требует достаточно серьезного знания схемотехники, что такое фронт-сигнал, вот этого всего. Но, честно говоря, я не готов это объяснить вам, потому что я еще сам, как бы, вот, ну, ну, как говорят, да, значит, вот, один раз объяснил, не понимает, другой раз объяснил, не понимает, третий раз объяснил, сам понял, не понимает. Ну, вот. Ну, так и здесь. Я, в общем, объяснить-то могу, но не рискую, да. Потому что на самом деле, вот, подлежащая часть, которая скрывается за словом схемотехника, не примитивная, это очень сложная штука. В ней очень много, скажем так, влияния времени, то есть многие решения, которые принимаются при построении компьютера, это не идеальные и даже, прямо скажем, не самые остроумные решения, которые могли бы существовать. Решения по архитектуре компьютера, которые принимаются при построении, в первую очередь, отвечают на два вопроса. Это я забегаю вперед, это тема вторая сегодняшнего разговора. Вот. В первую очередь, отвечать на два вопроса. Какие задачи надо решать прямо сейчас? И как их можно решить прямо сейчас? Вот. Мы с этим будем сталкиваться, весь наш вот этот вот модуль архитектуры, мы будем видеть, как с течением времени принимались соответствующие времени, но очень странные решения. Относительно того, как должно быть устроено там. Теория алгоритмов. Значит, теория алгоритмов, ситуация следующая. Мы о ней все равно поговорим сегодня, потому что... Есть некое соображение, которое я для себя открыл совершенно недавно и подозреваю, что в четком варианте его просто нигде нет. Вот. Я хочу его озвучить. Мне кажется, что все. Мне кажется, что все. Вот эти две вещи, грубо говоря, потыкайтесь немножко вот в эти же самые сумматоры, чтобы вы понимали, или не сумматоры, там, не знаю, какие еще мультиплексоры, вот в эту вот всю ерунду. Чтобы вы понимали, что там лежит внизу под современным компьютером в том виде, в котором мы его видим. Потому что есть еще, например, квантовый компьютер, который устроен совершенно по-другому. Вот. И мы прямо сейчас немножко поговорим про такую штуку, которая в теории алгоритмов называется вычислительная полнота. Вычислительная полнота. Ну, алгоритмическая. Давайте будем более честными. Алгоритмическая полнота. А знаете что? Прежде чем мы начнем разговаривать уже по контенту лекций, я сейчас кое-чего расскажу еще. Вот. Значит, прежде чем мы вернемся к этому началу, давайте немножко еще по процедурной составляющей. Значит, у нас есть в каждом модуле три обязательных составляющих, из которых выводится ваша оценка. Это решение домашних заданий к лекциям. К лекциям будут всегда домашние задания, кроме, ну, скажем так, они будут почти всегда контролируемые. Вот. Я надеюсь, что к пятнице я уже смогу дать первые проверяемые домашние задания. Вот. Значит, решение домашних заданий. Второе. Работа на практике. Работа на практике складывается из той обязательной работы, которую мы делаем все вместе, и какого-то активного участия. Опять-таки форму этого активного участия будем в процессе выверять. И третье. Это финальный, ну, скажем так, тест в конце модуля, на котором вы в онлайне решаете задачки, похожие на домашние, но домашние задачки вы решаете в течение, там, двух дней, ну, или скольких. Короче, промежуток между первой лекцией и второй. Вот. А, значит, тест вы решаете в онлайне. Сидим в классе и решаем. Вот. Плюс есть два важных способа получить некоторые бонусы. Это участие в проекте по переводу всего этого безобразия на английский, точнее, к привешиванию английских субтитров к видео. Вот. Значит, английские субтитры, это не значит, что вот весь тот бред, который я несу, нужно немедленно переводить дословно на английский, потому что всем будет стыдно, включая меня. Это значит, что нужно фильтровать разговорную часть и оставлять только содержательную часть, чтобы те, которые читают по-английски, читали уже, ну, речь не похожую на, во-первых, более короткую, а во-вторых, не похожую на разговор. Вот. Если кто думает, что это легко, на самом деле это сложно. Я пробовал. Вот. Но это, как бы, как это говорится, мы будем вам безгранично благодарны в меру наших возможностей. Вот. Это первое место для бонуса. Значит, по организации всего этого безобразия, видимо, надо будет взаимодействовать с Тамарой Васильевной. Вот. Второе место для бонусов – это конспекты того, что происходит у Дакски. Конспекты могут быть вполне себе на русском. В данном случае важно не только фиксация того, что происходит, но и какая-то возможность для людей, которые глядят на это все со стороны, в том числе и для последующих поколений, глядеть не только на движущуюся фигуру меня, но и читать какой-то текст. Конспекты выглядят следующим образом. Значит, если есть среди вас люди, которые способны вот так вот набирать в онлайне, прям вот весь тот бред, который несет лектор, это очень хорошо. Вот. Периодически такие люди случаются. В моей жизни один раз даже был человек, который умел с такой же скоростью переформулировать мысли, которые услышал, но это был специальный человек. Вот. Значит, бесконечно благодарен этой даме, она, конечно, много сделала. Вот. Но от вас это не требуется. Значит, есть два способа. Первый способ – это набор, ну, грубо говоря, как это называется, стенографии онлайн. Вот. Мы все потерпим стук по клавиатуре, потому что вот этот вот потоковый текст, с ним потом достаточно легко работать. Его, конечно же, надо приводить к благоразумному виду, но это довольно просто делать. Второй вариант – это когда вы берете, значит, либо вот эту вот запись, либо свой конспект на бумажке и переводите его в цифру. Вот. Идея состоит в том, чтобы все, что происходило на доске или на экране, было каким-то образом отражено. Вот. Чтобы можно было потом это почитать. Значит, я обещаю посильное участие в конспектах и посильное участие, разумеется, в титрах тоже. Вот, свое. Но сам я этим заниматься не могу, просто это, ну, довольно времени много на это уходит. Вот. Значит, и то, и другое делается за дополнительные бонусы. Вот. Формулу мы, поскольку сейчас меняется формат этих самых, то, что называется программа учебной дисциплины, она какая-то новая. В прошлом году была другая. Требования другие. Поэтому формулу мы еще пока не вывели, но как бы, как только так сразу. Она не будет в тайне, эта формула. Вот. И это вещи, которые, которые хочется, чтобы вы, ну, проявили активность. Такие дела. Значит, конспекты и титры. Что еще по чисто формально. Чисто формально у нас есть сайт, у меня есть сайт, который называется unix.org. И к следующему разу я там заведу прям большой раздел для наших с вами лекций и семинаров. Ну, короче, место, где будет откладываться все, что у нас происходит. Прямо сейчас можно туда... Ну, прямо сейчас не надо. Ну, туда, в принципе, уже можно заходить, потому что курс аналогичный вот нашему первому модулю. Я читал в прошлом году на факультете ВМК весной. И там очень много, очень много, как выяснилось, очень много, мне-то казалось, что мало материалов. Вот. И, кстати, сказать, формулировки задач. Можете даже поглядеть, как будут выглядеть практические задания домашние. Они будут примерно такие же, плюс-минус. Я, конечно же, буду придумать новые, но в неких случаях поленюсь, буду использовать старые тоже. Решений там, кажется, особо нет. Вот. Есть несколько книжек, которые мы с вами будем использовать. Книжки вот такой толщины. Поэтому чтение их обе. Нет, две такой толщины есть потоньше. Чтение вот этих вот толстых книжек, это для, как это правильно сказать, для сильных духом. Вот. Они, правда, интересны, но вот нужно время. Я обе книжки смотрел, так сказать, не то чтобы по диагонали, но... О, интересно, прочитал. О, интересно, вот. Потому что... Ну, это учебники. Вот. Это все касается второго модуля пока что. Потому что, что там по третьему, я вам скажу, в третьем модуле. Вот. Значит, это сайт книжки. Да, и вам понадобится, это будет почти что домашнее задание на сегодня. Вам понадобится такая штука, которая называется... Как она называется-то? Или ладно, давайте не будем, давайте мы это сделаем домашним заданием на следующий раз. Сегодня все-таки вводная лекция, не будем ее портить низменной практикой. Вот. Тот самый эмулятор, в котором мы будем делать все наши упражнения. Вот, что вам понадобится. Он называется Mars. Ладно, напишу. Называется он Mars. Эта штука написана на джао, поэтому она ставится вообще на любую операционную систему. В телефон, правда, я не пробовал, кажется, не ставится. Вот. Но в телефоне будет неудобно, вы увидите, почему. Вот. Ну, такие дела. Все. Значит, это что касается процедурных вопросов. Давайте мы здесь сделаем паузу, позадавайте вопросы на этот счет, и мы вернемся к контенту лекции. Да. Да-да, слушай. Да. Вот все, что выкладывается на ваш сайт, возможно, будет это публировать на нашем видестраничке? Да. Значит, все, что выкладывается на этот сайт, оно под свободной лицензией. Прямо там есть шапочка, что вот все-все-все. Так что можно будет дублировать, пожалуйста, если это очень нужно. Есть у нас учебные ассистенты? У нас есть учебные ассистенты. Я даже, наверное, могу зачитать список, но не прямо сейчас. Есть, уже есть. Уже нам бы с ними там переговариваемся, что еще. Еще вопросы есть? Да. Все самые видео, где вы делаете? Вот прямо сейчас мы об этом ведем переговоры. В принципе, они будут, ну, как обычно у меня на сайте это сделано, выкладываются в ютубчик, и с сайта будет ссылка. Но если есть, тут же, понимаете, как, не только моя инициатива, да, это же инициатива еще и университета, и если есть какое-то место, куда университет захочет, чтобы мы их выкладывали, значит, придется выкладывать и туда. Вот. Мои все видео лежат в ютубчике, спасибо, Виталия. Это наш оператор, вот, который с давних пор, вот, уже сколько лет, год четыре, вот, работает со мной. Я, в общем, особо-то и не просил, он сам вызывался. Вот. Окей. Нет, просто оказалось, что с видеолекциями удобнее. Хотя там, ну, вроде, какая-то бегущая человек, с которым нельзя поговорить, но тем не менее. Окей, ну что, возвращаемся. Сколько там времени? Фу, полчаса только прошло. Алгометрическая, алгоритм, господи, прости, алгоритмическая полнота. Вот эта вот волшебная штука у вас должна была быть в первом семестре первого курса, когда вы только-только начинали говорить про слово алгоритмы. О, да, кстати, большая просьба. Если вы не боитесь, что вас сметет звуком, не садитесь вон там, садитесь вон тут. Ну, правда. А, вы сели напротив экрана, да? Окей, да, скорее всего, будущие лекции будут с экраном. Это я сейчас с доской. Вот, сегодня лекция вводная, нетипичная. Наверное, да, наверное, с экраном будет удобнее. Окей, хорошо. Просьба снимается. Никто не может вспомнить, а что это такое, алгоритмическая полнота? Это о чем вообще речь? Вау. На самом деле, правильно. Ответ правильный. Потому что никакого четкого определения, что такое алгоритмический полный формализм, на свете не существует. Но зато мы знаем несколько алгоритмически полных формализмов. Вот это вы точно знаете. Что такое формализм? Речь идет о том, что мы изобретаем некоторую формальную систему записи алгоритмов и говорим, любой алгоритм с помощью этой формальной системы записи можно записать. Ну, назовите меня хотя бы один. Правильно, машина Тюринга. Что еще? Так, давайте мы ее запишем. Да, машина Тюринга. Нет. Если вы говорите про конечный автомат, он не является алгоритмически полным. Если у вас, не знаю, была ли у вас теория формальных языков и грамматик, но конечный автомат, он разбирает, он допускает наиболее простой, да что ж такое, наиболее простой из видов формальных грамматик, так называемые автоматные или регулярные. На самом деле, есть еще куча языков формальных, которые не распознаются конечным автоматом. Это контекстно-свободные, контекстно-зависимые и все остальные. Вот, поэтому нет. Окей, значит, помимо машины Тюринга, есть еще всякие другие машины, на самом деле. Например, машина Поста и еще какого-то чувака машины, фамилию, которую я забыл. Вот. А? Во, совершенно справедливо. Кстати, с машиной Минского там интересно. Машина Поста и так далее. Есть совершенно отдельная тема, которую я нежно люблю, но давно уже не доводилось ею позаниматься с кем-нибудь. Это формальные алгоритмы Маркова. Вот. Не было такого у вас, да? Совершенно шикарная штука. Не сразу понятно, по какому принципу она алгоритмически полна, но тем не менее это так. Вот. На самом деле есть еще одна вещь. Это отрасль математики, которая тоже является алгоритмически полным формализмом. Назовем это теория рекурсивных функций. Вот. Точнее, они называются, кажется, общерекурсивных, но это не важно. Вот. Значит, в чем смысл алгоритмически полных формализмов? Смысл в том, что мы предоставляем некоторый язык и как-то доказываем, что на этом языке можно записать любой алгоритм. Кто помнит, как доказывается, что на этом языке можно записать любой алгоритм? Мы доказываем, что на этом языке можно написать машину Тюринга. Это значит, что мы можем с помощью как раз, обложенных на него, воспроизвести любые другие операции, которые не обложены на него? В смысле, которые не описаны? Но да. Да, да, да. Но это же не определение, то, что вы сказали, да? Потому что у вас два квантера общности, оба из которых недоказуемы. Поэтому в действительности теория алгоритмов очень быстро начинается, очень быстро заканчивается. Там есть одно общее утверждение о том, что алгоритмическая вычислимость любого произвольного формально записанного алгоритма недоказуема. Поэтому ходить далеко не надо, но на сегодняшний день есть единственный способ доказать алгоритмическую полноту любой формальной системы, это доказать ее эквивалентность любой другой формальной системы, про которую уже известно, что она алгоритмически полна. Например, написать машину Тюринга. Это ясно, что алгоритмически полна. Что? Никак, это постулат. Я же говорю, жалко, что у вас этого не было. Помните, у вас не было такой штуки, как проблема останова, проблема самораспознавания? Не было, да? Было. Помните, главный пафос этой ерунды. Он состоит в том, что вы не можете написать алгоритм, который бы определил, остановится ли находящийся перед ним другой алгоритм, или нет вообще. Все. На этом Теорий алгоритм, в общем-то, заканчивается. Правда, там еще есть всякие подразделы типа определения алгоритмической сложности, и вот это все. Но этим мы сейчас не занимаемся, этим с вас действительно с вами должна заниматься на Теорий алгоритм. Нам интересно другое. В частности, мне интересен вопрос. Вот мы знаем какое-то количество языков программирования. Как вы думаете, какие из этих языков программирования являются алгоритмически полным формализмом, а какие нет? Си не являются. Нет. Например, ни Си, ни Си плюс плюс не является. Я знаю человека, преподавателя, который посвятил часть своей жизни, чтобы он не любит Си, и он посвятил часть своей жизни, чтобы доказать тот очевидный факт, что Си не является алгоритмически полной формальной системой. Нет, не является, потому что в Си и в Си плюс плюс есть понятие, это самое, ссылка, нет, указатель, указатель, который по согласному стандарту является адресом. А поскольку адрес это конечная штука, любой алгоритм, который требует адресного пространства или адресов больше, чем предоставляет нам конкретная железка, является нереализуемым на данном языке. Вот. И здесь мы столкнемся с главным вызовом, который стоит перед всеми нашими разработчиками железа, который заключается в том, тут еще видно, который заключается в том, что мы не должны на самом деле реализовать алгоритмически полный механизм. Мы должны реализовывать такую железянку или такой комплекс, который будет решать современные задачи. И не более того. Кстати сказать, у понятия алгоритма тоже нету строгого определения, но есть нестрогое. Кто может его воспроизвести? Давайте вот это сотру. А вы пока вспоминаете. Что такое алгоритм? Последствия действий. Все, нет. К нужному результату. Окей. Давайте конкретизируем понятие нужный результат, возможность потери общности. Потому что мне не нравится понятие нужный результат. Скажем так, понятие нужный результат, оно же материальное. Значит, алгоритм, алгоритм, это последовательность действий. Даже тут два слова. Последовательность и действия. А, нет, наоборот. Сначала действия, а потом их последовательность. Действия. Последовательность. Я бы сказал не последовательность, а порядок. Последовательность это слишком строгое определение. Порядок. Еще. Что такое приводящее к результату? Как мы оцениваем результат нужный? Хорошо, подскажу. Действия над чем? Да. Нам нужны какие-то объекты. Мы эти действия не просто так делаем. Ну, слушайте, у действия есть объект и субъект действия, да? Вот субъект, как бы, производит действие над объектами. Получается, что это на вход? Да, да. Сейчас, про вход-выход еще поговорим. Значит, объекты. Действия происходят над объектами и имеют порядок. И есть еще такое нечеткое совершенно понятие. Это, как бы, критерий оценки, да? Ну, слушайте, критерий оценки, он не входит в само понятие алгоритма, так что можно его, наверное, вычеркнуть. Это мы определяем, хорошо получилось или нет. То есть, алгоритмический, какой-то алгоритмический формализм, не обязательно полный, должен содержать обязательно в себе действия, которые производятся над какими-то объектами. Тут несколько раз говорилось слово input output. Мы к этому сейчас еще вернемся. И эти действия должны определяться в каком-то порядке. Какие мы знаем свойства алгоритма? Ну, одно главное свойство. Два главных свойства, хорошо. Конечность. Еще. Вываливаем за скобки, потому что у нас нет формальной записи этой корректности, да? Нам придется придумать еще один алгоритм для проверки корректности. Еще один алгоритм для проверки корректности, результатов проверки корректности. Ну и так дальше. Дурная бесконечность. Конечность алгоритма еще. Однозначность. На одинаковых входных объектах у нас один и тот же алгоритм должен всегда выдавать одинаковый результат. Сконечность же, вы же помните, там такая замечательная фишка, что вот у вас есть программа, скажем, для машины Тюринга. Она является алгоритмом, если машина Тюринга останавливается. А если машина Тюринга не остановится, ничего страшного. Просто эта программа не является алгоритмом. Конечность и однозначность, да. Что мы хотим? Вот это вот вопрос, на который, возможно, спроста ответить нельзя, хотя ответ очевиден. Какого рода бывают действия? В первую очередь, действия, которые преобразуют наши объекты, это понятно. Если мы хотим заниматься с числами, например, у нас должен быть калькулятор, который умеет складывать, вычитать, умножать, ну вот это все. Мы описали алгоритм. Если мы хотим написать какой-то алгоритмический полный формализм, чего вам в этом месте не хватает? Какие, значит, какого рода бывают должны быть действия? Ну, трудно задать вопрос, не сказав часть ответа. Окей, вот, попробую подсказать. Вот этот порядок в алгоритме, он всегда одинаковый? Нет. Чем обусловлено изменение порядка в выполнении действия в алгоритме? Свойствами объектов. То есть, пока не претендуя на какую-то алгоритмическую полноту, мы должны сказать, что вот эти две действия бывают в том числе обусловлены свойствами объектов. Data-driven execution. Data. Обусловлены свойствами объектов. Пример из языка программирования действия обусловлены свойствами объектов. Покажите, пожалуйста. Нет, true false это сами объекты. Data-driven execution. Выполнение действий в зависимости от свойств объектов. Если у нас алгоритм работает только на цифрах, а мы не даем полку, то он нам скажет, что нет. Нет. Смотрите, еще раз. Помните, откуда мы к этому пришли? Мы должны изменить порядок действий в зависимости от того, какие у нас свойства объектов. Так, я не задаю умных вопросов, я задаю только глупые вопросы. Привыкайте. Может, зависит от размера числа, от разрядности числа. Еще глупее. Окей, хорошо, я понял, вы еще не привыкли. Кстати, как вы сказали? Наличие объектов. Не-не, вот предыдущая фраза мне больше нравилась. Есть объекты и нет. Ага. Ну-ну-ну. Ну ладно, короче, пример ответа на глупый вопрос. Действия об условленных свойств объектов в качестве... Ну, один из пример действия об условленных свойств объектов в языках программирования – это условный оператор. Мы делаем что-то или не делаем что-то, или делаем что-то другое, в зависимости от, как раз, проверки, там, true-false. Ну, короче говоря, в зависимости от свойств объектов. Еще один пример действия об условленных свойств объектов в языках программирования – другой, неравной условным оператору. Правильно. Вот. И вот тут мы приходим к некоторой проблеме, которую я для себя не мог решить, вот, ну, буквально, вот до этой осени. Зачем вообще нужен оператор цикла? Чисто формально. Сократите, что надо работать ручками? Нет. Потому что есть такого рода циклы, которые вы не сможете развернуть. Вот цикл со счетчиком вы можете написать 10 операций. Как вы напишете с помощью условных операторов цикл, который заканчивается, когда ваши вычисления достигли определенной точности? Вот если бы у вас была теория рекурсивных функций, вы бы знали, что в теории рекурсивных функций есть два разных вида рекурсии. Так называемые примитивные рекурсии, которые соответствуют циклу со счетчиком, где указывается количество оборотов. И так называемая общая рекурсия, или просто рекурсия, которая использует так называемый оператор минимизации. То есть мы даем некоторые данные и говорим, а ну-ка расскажи мне, на каком из всех данных из множества данные, вот, специальные критерии минимизации дают наименьшее значение? Если это множество бесконечно, ничего, рассказывай. На каком из бесконечных множества дают наименьшее значение? Вот. И, кстати сказать, по этой причине в формализме, который предоставляет теория рекурсивных функций, нет операторов цикла. Там есть два оператора минимизации, вот, общей рекурсии и частичной. Оба из них не выглядят как какое-то последовательное выполнение одного и того же. Правильный ответ, который мне лично слегка вынес мозг. Ну, как правильный? Мне кажется, что он правильный. Состоит в следующем. Предположим, мы обладаем волшебным свойством писать бесконечные программы. Ну, или, так скажем, актуально бесконечные, да, потому что вот язык C, например, может работать бесконечно, но нет. Да, в какой-то момент у вас любой счетчик закончится. Актуально бесконечные программы. То есть программы такой длины, что они могут решить любой наш алгоритм без оператора цикла. Бесконечные. Если мы имеем возможность писать бесконечные программы, то мы можем написать вместо цикла бесконечное количество операторов. Повычисляли, проверили. Повычисляли, проверили. И так до бесконца. В какой-то момент вот эта вот проверка результата вычисления окажется фоллс. Это будет соответствовать концу цикла. И мы просто начнем выполнять операторы, которые идут после конца бесконечности. Ну, выглядит это странно, согласитесь. С другой стороны, если бы такая фигня была, мы бы могли что сделать? Мы бы могли сказать, вот смотрите, вот это наша бесконечная сопля из условных операторов, а это следующая сопля, которая будет выполняться после этой, когда мы дойдем до того места, где бесконечная. До того места, где наши вычисления показали нужную точность. Она тоже вполне возможно себе бесконечная. Но она тоже где-то заканчивается. Или не заканчивается, тогда мы говорим, что программа зависла и не является алгоритмом. То есть, если допустить понятие актуальной бесконечности, оператор цикла вообще не нужен. Но, конечно, железку, которая бы позволила оперировать вот с такими вот бесконечными кусками программы, и программиста, который бы стал писать такие бесконечные куски программы, мы изобрести не можем пока. Вот. Поэтому обратите внимание, что кусок программы бесконечен, а определению алгоритма он соответствует. Потому что мы можем даже доказать, что когда-нибудь в этом бесконечном куске мы дойдем до места, где это выполнение бесконечное закончится. Абсолютно такая же штука с циклом. Если это цикл не со счетчиком, а по достижению определенной точности, мы должны доказать, что этот цикл закончится, потому что мы достигли этой точности. Если мы не докажем, что он вообще закончится, то он будет бесконечным. Ну, может быть. Вот. На самом деле, вот тут вот напишем несколько вопросительных знаков, потому что не вполне понятно, когда вот это вот обусловлено свойствами выполнения нас удовлетворяет. Теперь следующее. Следующее, как бы, это акт морализованского балета, и это разговор о том, как все начиналось. Не знаю, были у вас лекции по истории в МММ, возможно, не было, потому что у нас, например, на факультете они вообще последние. Интересно, почему. Вот. В смысле, чуть ли не на последнем курсе. По крайней мере, у меня были вообще на пятом. Вот. Прям в процессе диплома. Плохая была идея. Значит, короче, не знаю, были ли у вас прям вот курсы истории, ну, как бы, курс по истории в МММ, но вычислительные приборы разной степени появлялись, в общем, с давних пор. Давно были счеты всякие, абаки, японская этот, как он там, губан. Вот. Вот это все. Где-то как бы на вершине стимпанка в 18-19 веке появляются арифмометры, то есть такие штуки, на которые, значит, где-то крутишь ручку, и он что-то вычисляет. В первую очередь, суммирующие машины. Вот. Потому что их просто реализовать. Арифмометры, в общем, как инструмент вычисления заполнили, заполнили весь мир. Вот. И, значит, это правда вот была такая штука, ну, я не знаю, сейчас как-то я вот не могу вспомнить подходящий пример из массовой культуры, где люди активно работают на арифмометрах, но могу вам сказать, что фирма IBM, которая International Business Machines, поначалу выпускала арифмометры. все расчеты по атомной бомбе в проекте, в американском проекте в Даллас делались на арифмометрах. Вот. Ну, и, в общем, вымерли они как класс, ну, в общем, только с появлением калькуляторов. Первым человеком, которому пришло в голову, ну, как, не первым, первым хорошо известным человеком, которому пришло в голову, что к арифмометру можно приделать что-то, что заставит его вычислять по заранее предложенной ему программе, был кто? Бэббидж, Чарльз. Такой, значит, эксцентричный англичанин, который, кстати, прославился тем, что изобрел решетку для сталкивания с железной дороги посторонних пешеходов впереди паровоза. Вот эту вот, вот такую плугообразную фиговину. Вот. Значит, так вот, он был талантливым математиком, очень таким неодинарным человеком, талантливым инженером, делал все сам. Вот, собственно, свою вычислительную машину большую он не построил, потому что сам он не успевал, а никто из тогдашних его современников просто не умел с такой точностью делать все то, что он от них хотел, да он, наверное, объяснить очень не умел. Сильно. Вот. Короче говоря, работающую машину Бэббидж построил только суммирующую, не работающая вот эта самая универсальная машина, которая выполняла заранее заданные программы, которые чуть ли не перфокарты в него вводились или чем-то таким, он построить не успел, но успел намалевать изрядное количество чертежей, настолько подробных и аккуратных, что, в общем, относительно недавно эту машину просто построили по этим чертежам, и она работает. Вот. Было это в прошлом еще, позапрошлом, пардон, тысячелетии. Вот. Кстати сказать, дружил он сильно с такой адой Августы Лавлейн, с которой была дочкой Байрона, или внучкой, внучкой, не дочкой. Вот. Который, который, как говорят, принадлежит идее собственно программирования. То есть вот идея в том, что программа должна быть не забита железно в вычислительную машину, а вводиться туда как программа, как, не знаю, там, знаете, как, что? Почему, откуда перфокарты пошли? Перфокарты пошли от ткацких станков, которые управлялись перфокартами еще там 200 лет до того, в которых было прописано, где, значит, это самое опускается, и, соответственно, на узоре будет соответствующего цвета вышивка. Ну, не вышивка, а ткань, значит, на основе будет нить нужного цвета. а где соответствующая соответствующая там игла или что поднимается, и этого цвета на ткани не будет, зато опускается другая, будет другая. Вот. Возможно, Леди Лавлайн знала немножко об устройстве там ткацких станков или еще чего-то, но именно она предложила, что программа должна вводиться в железку, а не выполнять. Вот. Ну, все это, конечно, в общем, были развлечения тогдашней английской знати. Вот. И главное, никому не было нужно. Мы опять возвращаемся к нашей идее, что компьютеростроение это такая штука, которая возникает тогда, когда это нужно, и решается теми средствами, которые в этот момент есть. Необходимость массовых вычислений возникла, ну, грубо говоря, в 30-е и 40-е годы как-то ни странно, на почве всяких военных штук. Вот. Ну, думаю, многие из вас смотрели то самое «Имитейшн гейм» с этим Камбербетчем в главной роли про господи Тюринга. Вот. Вот примерно тогда же плюс-минус и возникла идея, написать в принципе универсальный компьютер, а не только такую штуку для расшифровки. Кстати, у Тюринга тоже. Вот. Который бы решал произвольные задачи. В частности, принято связывать современную архитектуру ИВМ с деятельностью такого товарища, которого звали, как его звали, я не помню, а фамилия у него была фон Нейман. Фон Нейман. Нет, правда не помню, как его звали. Гуго, не Гуго. Не помню. Вот. Значит, на самом деле, там была целая рабочая группа, которая сначала проводила исследование, как бы можно было реализовать универсальную вычислительную систему. Вот. И которая подготовила некоторый доклад, довольно обширный, я его пытался прочесть. Он, ну, как бы, как всякое передовое научное исследование, слегка такой вот извилистый. Вот. Которая подготовила доклад относительно принципов построения такого рода, такого рода систем, которые нынче принято называть принципом фон Неймана, но если вы попробуете эти принципы где-то найти, вы их не найдете. Вот. То есть, сам фон Нейман, принципы фон Неймана, не сам, не фон Нейман, не его группа, эти принципы явно в виде не сформулировала. Тем не менее, в честь него архитектура современных компьютеров называется архитектура фон Неймана. Вот. Ну, мы сейчас на это посмотрим. Значит, первый принцип. Это цифровое кодирование. Правильно, конечно, численное, но почему-то у нас говорят цифровое. То есть, и действия наши, и наши объекты представляются в численном виде. Слово численное правильно. Уберу слово цифровое. Мне не нравится слово цифровое. Напишу численное. Численное. Вот. Что, в общем, само по себе довольно уже забавно. То есть, мы бы могли создавать какие-то интересные аналоговые компьютеры, в которых действия бы выглядели как какие-то загогулины, а объекты были бы прямо из реального мира. Вот. Но нет. Это крайне неудобно. Мы не умеем синтезировать загогулины из ничего. А если мы закодируем наши действия с помощью чисел, то нам останется только придумать хритектуру, которая работает именно с числами и больше ни с чем. Вот. Сюда же можно вписать использование двоичной системы. Двоичной системы. Двоичной. Двоичной. Системы. Кстати сказать, использование двоичной системы это типичный пример решения актуальной задачи современными тому времени методами. Наиболее эффективная система счисления для того, чтобы с помощью него кодировать и потом производить вычисления вообще, говорят, троичная. А если будет быть еще более точным, система счисления с основанием Е. Те из вас, кто немножко знаком с тем, что такое система счисления, попытайтесь себе вообразить систему счисления с основанием Е. Ну, вот это число Е. 2, 7, 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45. Мне тяжело. Можно спросить. Ну, можно. строичный все ясно, есть ток, нет тока, строичный еще более-менее ясно, то как тут можно... Вот, вот человек попытался вообразить. Вот, давайте мы эту тему оставим в стороне, потому что она правда сложная. Смотрите, если вы просто подставите под определение системы счисления произвольное основание, например, Е, да, то вот мы записываем что-то говорим, что первая цифра умноженная на E в степени 0, вторая, плюс вторая цифра умноженная на E в степени 1, плюс третья цифра умноженная на E в степени 2, ну и так дальше. Единственное, что нам нужно сделать, это договориться о цифрах и договориться о том, что делать с избыточностью. Вот, но я правда не хочу сейчас в это вдаваться. Идея состоит в том, что когда вы записываете число в какой бы то ни было системе счисления, у вас всегда есть, появляются некоторые избыточные вычисления по тому, как заниматься там сложением, умножением, переводом и всем остальным. Вот. И как ни странно, число E, если определить вот этот размер избытка, оно как бы наиболее эффективно. Если мы говорим, что мы не умеем реализовывать, мы вообще не знаем, чему равно число E. Так, для начала. Ну у вас, я надеюсь, было же, как это, я на всех своих лекциях по программированию в первую очередь показываю, что не существует вещественных чисел. Вот. Но их не существует, правда. Я вам как-нибудь покажу потом. Вот. Значит, да, числа E тоже не существует, поэтому нам тяжело с ним работать, а, ну, наиболее близкое к числу E, число, это 3. Вот. Так что троичное. Кстати сказать, в Советском Союзе были троичные компьютеры с троичной логикой. Стрела, по-моему, и сетань. Не помню, какой из них. Врать не буду. Но были. Минус 1, 0,1. Вот. Довольно удобная штука. Но! с точки зрения реализации, да еще и в 40-е годы прошлого века, конечно же, удобнее было использовать двоичную систему счисления по принципу есть токен, нет токена, есть напряжение, нет напряжения. Так, осталось полчаса, я много болтал. 20 минут, если бы больше. А, у нас сейчас 20, да, лекция? Да. А, ну и хорошо, тогда мы как раз успеем некоторую часть, а следующую часть будем на следующей лекции сделать. Очень хорошо, так и надо делать. Вот. Значит, использование памяти, память из так называемых машинных слов. Что это значит? Это значит, что те числа, с помощью которых у вас кодируются команды и команды и команды команды данные. Вот. Те числа, с помощью которых кодируются у вас команды и данные, складываются в память кооперативную, так называемую, которая имеет линейную структуру. Значит, вот тут надо сказать линейная, да? Линейная. Линейная. Так, я сейчас напишу что-то, что не будет понятно. Даже не так, все хуже, адресуемая. Давайте мы прям отдельную тему. Значит, адресуемая память. Что это означает? Означает следующее, что все ячейки памяти имеют одинаковый размер, в случае использования двоичной системы счисления, мы просто говорим, сколько битов занимает одна ячейка. Дальше мы их просто нумеруем, эти ячейки, начиная с нуля, и номер ячейки, называемый адресом, и будет использоваться нами для доступа к данным в этой памяти. То есть, никаких вот этих вот схем с внезапно лежащими в памяти, ага, плохо видно. Ну, в следующий раз я буду уже с компьютера показывать, просто я сегодня решил у доски побягать. Значит, никаких вот этих схем с бесконечными фрагментами, лежащими непонятно где, мы реализовать таким способом не сможем. У нас одна память, одна, ну, вот тут нарисую ее, вот она, у нее есть адрес 0, вот это вот у нас как раз машинное слово, вот, machine word, и где-то у нее есть конец. В ней лежит и программа, и данные. Разобрать программу это или данные по внешнему виду того числа, которое мы видим в каком-то адресе памяти невозможно. но чтобы не путаться. Ну, и наоборот, чтобы запутаться, конечно. Вот. Адресуемая память. Что нам нужно еще? Порядок, да? Порядок выполнения операций выглядит следующим образом. У нас, мы говорим, что есть нечто под названием программ-каунтер. В разных реализациях это может быть воображаемая сущность или специальный регистр. Про регистр мы сейчас говорить не будем пока. И этот программ-каунтер указывает на какой-то адрес в памяти, где лежит команда. Команда. И команда выполняется последовательно. Последовательное выполнение команды. выполнение команды. Команда. Опять, этот принцип есть ответ на современный тогда челлендж, как вообще можно что-то куда-то закодировать, чтобы потом выполнять. И является ограничением свободы реализации, потому что мы можем себя вообразить, например, архитектуру, в которой команды выполняются непоследовательно. А, например, архитектуру, в которой команды распознаются как независимые и могут выполняться параллельно, например. Что мы видим группу команд и понимаем, что их можно выполнять одновременно. И выполняем их одновременно. Если эта группа состоит из 10 команд, это получается в 10 раз быстрее. Вот. Об этом мы попробуем поговорить в конце семестра об оптимизации архитектуры фон Неймана для быстродействия. И почему мы дошли до жизни такой. Но не сейчас. Последовательное выполнение команд. Да. По поводу оптимизации. Вот все принципы фон Неймана, кроме последовательности выполнения команд, актуальны. не один. Проблема состоит в том, что они все еще с нами. То есть, ну вот, 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 да, как, мало того, что так принято, от этого не отошли. Так принято, и от этого пытаются отходить путем наращивания каких-то костылей и обходов. Исключение все тот же Quantum Computing. Google хвастается, что они уже даже что-то вычислили на своем Quantum Computer. Буквально на днях была информационка. То есть, они уже решили какую-то вычлительно нерешимую проблему. Слишком тяжелую. Ну, одну какую-то, примерно. Возможно, они прямо создали специальный компьютер, который только ее и решает. но факт остается фактом. Google хвастается. Вот. Если я немножко получше прочту про Quantum Computing, я даже могу вам в конце семестра по нему рассказать. Просто я прямо сейчас не готов полностью это объяснять. Вот. Не через минуту. Не правда. Через три. Все с нетерпением ждут конца лекции. А у нас на самом деле собственно уже конец нашей темы. Или нет? Слушайте, мы в 20 кончаем. Да, в 20. Что в этом супе не хватает? Вот принципы, свойства, да, требования к алгоритмической структуре. Чего не хватает в этом супе? Чего мы здесь еще не сделали? Для того, чтобы наша система была алгоритмически, ну так скажем, актуально полна. Алгоритмически полна она не будет в силу конечности памяти. Здесь надо упоминать то, что мы должны принимать и задавать объекты. Фон Нейман фон Нейман мало того, что вставил это в свои принципы, я хотел это в самом конце написать, он еще и одну секунду, он еще и предусмотрел, что команды бывают командами отдельно, специальными командами ввода, командами вывода. Это в общем легоси, в общем случае потому, что мы можем рассматривать компьютер как некого сферического коня в вакууме и подглядывать за ним со стороны. То есть вот и вывод можем делать мы, а не компьютер. Вот, да. Возможно, мы не определили, когда заканчиваете последние месяцы. Хорошо, это не очень важно, но важно. То есть мы должны определить некую специальную команду, которая говорит все, команда завершения. окей. Плюс команда завершения. Напишем так. Спасибо. Но это не самое главное. Мы пропустили одну из главных вещей, которая пока что в принципах файнэмена не сформулирована и не позволяет нам записать с помощью вот этого отвечающего этим признакам формализма какой-либо алгоритм на самом деле. Команда останова. Да. Ну тут же все написано. Нет, потому что пока что мы принцип однозначности не нарушали. Смотрите, мы определили список команд, каждая команда кодируется числом, понятное дело, что она кодируется числом однозначно, и каждая данная представляет собой опять-таки число, число вещь тоже однозначная, поэтому наоборот, мы тем самым соблюли принцип однозначности. Чего еще не хватает? Вопрос глупый, потому что на все вопросы, на все пункты, кроме одного, с этой стороны мы ответили. Я повторю, я, если буду задавать умные вопросы, я об этом предупрежу заранее. чего мы в принципах не перечислили, чего мы не обеспечили, где здесь вывод? Я про вывод сейчас отдельно скажу. Смотрите, мы можем ввести в Да, конечно, хорошо, но мы можем ввести в список команд команду вычисления свойств объекта. Можем? Можем. Вопрос был еще глупее. Вы слишком глубоко закопались. Смотрите, а как мы будем выполнять или не выполнять действия, обусловленные этими самыми свойствами? Как выполнять или не выполнять? Условия вычислить мы можем берем и добавляем в список команд специальную команду вычислить свойства объекта. Ну, например, там, не знаю, ноль он или не ноль. Как мы будем не выполнять команду или выполнять команду, например, останова? Ага, вот. И тут, значит, вся эта команда фон Неймана сказала, а мы самые умные. Мы сделали очень простое, элегантное и остроумное решение, и все делаете, как мы. Последовательность команд, существуют специальные команды, которые по свойствам, в зависимости от значения данных, сейчас я напишу так, не так, сейчас скажу, которые в зависимости от значения данных осуществляют переход не на следующую ячейку, не последовательную, а на произвольную ячейку, которую мы зададим. То есть команды, команды, условного перехода. Условного в зависимости от свойств данных, в зависимости от значения, да, в зависимости от, слушай, по-моему, здесь вот уже нифига не видно. Или видно еще? Хорошо, вот тут напишу. Перехода. в зависимости от свойств данных. Например, мы проверили, вот здесь вот написана команда, проверить, а равна ли ячейка вот в том месте нулю. и если равна нулю, то внезапно перейти на совершенно другой адрес. Следующим значением нашего регистра программ-каунтер будет не ячейка там, то тут 100, это 101, а ячейка это 300. Вот. Команда условного перехода устроена в случае фонейма таким образом. если мы проверили какие-то данные и на основании этих данных выяснили, что они как бы обладают нужным свойством, то происходит переход, то есть следующая выполняемая, нарушается последовательность выполнения, следующая выполняемая ячейка будет ячейка вот ну допустим на 100 дальше. Какой прием характерный для алгоритмических формализмов такой переход у нас выполняет. Это аналог чего? В языке C++. То есть если мы умножаем GSPAP, то очевидно, что умножение используется приоритет об этом. Нет, конечно. Мы о командах перехода. В случае, если мы вычислили какое-то условие, go to это более низкая лизация, это соответствует условному оператору. Если мы у данных есть свойство, мы вот этот кусочек выполняем, если нет, не выполняем. Примитивный условный оператор устроен так. Как будет устроен оператор типа if-else, скажите мне, пожалуйста. Вот прям по этой картинке что сюда дорисовать? если сработало идем вниз, если не сработало прыгаем на else. А дальше? Это еще не все. У нас должно быть if-else. Если сработало идем вниз, если не сработало, то идем в else. И еще раз, если нет, если нет, если нет, правильно, нужно вот отсюда, вот отсюда вот. Uniconditioner, да, как это по-русски, безусловно, перейти вот сюда. Поэтому к командам условного перехода, разумеется, добавляется команда безусловного перехода. Отлично. Как будет выглядеть оператор цикла? Ну, вот так. Да, просто стрелочка стрелочка вверх. Правильно, только просто стрелочка вверх. Совершенно справедливо. Оператор цикла устроен примерно так же, только переход будет происходить на, как бы, назад, а не вперед. Отлично. Именно так по всю пору устроены практически все, за очень маленьким исключением, компьютеры. Кстати, нет, уже не все. Вот. Вот это вот фенеменовская структура, значит, давайте я напишу, вперед это условный оператор, назад это оператор цикла. Вот. Определило развитие вычислительной техники лет эдак на 50, если не больше, вперед, выкинув при этом все другие возможности. Давайте мы попробуем себе, да, я посмотрю, что у нас в шпарганке. Ага, это мы пропускаем, а это у нас на следующий раз. Шикарно. Давайте попробуем себе вообразить, что бы вместо вот этой конструкции можно было себе еще придумать. Да? Как можно еще реализовать, пускай без алгоритмической полноты, просто по-другому, действия, обусловленной свойственной объекта? Вот это не очень, не очень глупый вопрос, потому что это креативный вопрос. Надо придумать, как сделать по-другому. Смотрите, в случае фон-немецкой архитектуры мы реализовали действия обусловленной свойственной объекта путем таких прыжков. Мы выделили команды проверка свойств объекта и команду условного перехода, если эти свойства нас удовлетворяют или нет. И, соответственно, какие-то действия мы выполняем или не выполняем. Как можно по-другому реализовать действия обусловленной свойственной объекта? Нет, смотрите, просто по-другому. Окей, да, допустим, мы вот до сюда дошли, да, до сюда. уже как бы мы вмерзли в этот лед, по крайней мере, по колено. Но что еще можно было бы придумать? Не обязательно логаритмически полно, просто по-другому. Это про предыдущий принцип. Сейчас наша идея изобрести какой-нибудь принцип выполнения действия обусловленной свойственной объекта. не такой, как переходы условные. В каком-то смысле мой вопрос не очень умный, потому что в его формулировке содержится ответ. Громче. И ответ правильный, но не конкретный. мы и так его меняем. Вот предыдущий ответ, посмотреть на свойство объекта и делать в зависимости этого какие-то действия ответ правильный, но, к сожалению, переформулирование вот этого. Чуть более конкретно. Ну, что мы можем делать с объектами? Окей. Допустим, у нас есть операция... Что? Нет, у нас ифа, да? Мы как раз говорим, что давайте мы откажемся от ифа, давайте что-то по-другому сделать. Хорошо. Знаете, почему вы не можете ответить на этот вопрос быстро? Потому что мы еще не представляем, какие действия мы можем делать с объектами. Самые примитивные действия это операция, ну, скажем, пересылки. Да, у нас есть объект в одном месте, ну, число в памяти в одном месте, а мы хотим, чтобы оно присутствовало в другом месте. В случае, если у нас используются условные операторы, как мы это делаем? Смотрите, ифа равно нулю, б равняется... ифа не равно нулю, б равняется а. Как реализуется это вот здесь? Операция первая. Сравнить а и б, а с нулем, если а нулю не равно перейти далеко, в смысле, если а нулю равно обойти кусочек, если а нулю не равно кусочек выполнить. Окей, ладно. Ну, можно обойти, если он не выполнен. Типа, а на разное действие сделать? Нет? Нет. Смотрите, а если у нас нет вот этих прыжков? Ну, хорошо, я понял. Мы всегда делаем действия, да, а потом, если есть, если объект определенного типа, значит, на самом деле, окей, на самом деле ответ еще более простой. Я внезапно осознал, что вопрос был настолько глупый, что на него трудно ответить, как обычно. Для того, чтобы реализовать другое действие об условно-свойственном объектах, нам нужно реализовать другое действие об условно-свойственном объектах, например, условную пересылку. Смотрите, как это устроено. в многих современных архитектурах, например, в архитектуре ARM. Где моя архитектура ARM? Вот моя архитектура ARM. В процессорах архитектуры ARM так устроено. Вот. У вас есть группа так называемых флагов. Это буквально один бит в специальном регистре флагов, которые говорят о том, предыдущий результат работы, предыдущей инструкции был равен нулю. Он был отрицательным. Он привел к приполнению еще какой-то флаг, еще какой-то, еще какой-то. И при каждой вот этой ячейке есть тоже специальная группа флагов, которые говорят выполнять это действие только в том случае, если соответствующий флаг равен единице. Тогда мы можем вообще обойтись безусловных переходов. Просто помечать вот эти вот в случае единицы, а вот эти в случае нуля. И в принципе мы можем организовать на уровне нижнем, на уровне аппаратном такую реализацию вот этого железа, что выполнять этих условных инструкций будет даже быстрее, чем проверка и последующий переход. Они будут прямо вот так проматывать их. Хлоп, вот здесь вот флага нету, будем выполнять. Промотка же, она как бы не делаем ничего рекурсивно? Мало того, что мы не делаем ничего рекурсивно, она делается вообще на уровне железа. То есть, по сути, мы просто вместо одного иф вставляем иф при каждой инструкции. Иф при каждой инструкции. Да. Отличие состоит в том, что этот иф не нужно больше вычислять. Мы один раз его вычислили, где-то у нас лежит результат этого ифа, и в зависимости от результата этого ифа мы выполняем другие действия. Нет. Нет, потому что у нас не выполняется специальная операция. Другая. У нас не выполняется специальная операция закладывания значения вот в этот самый регистр программ-каунсер. Который может заменять. Что значит, я ее не выполнил? Значит, я ее как-то опустил, да? Как я это сделал? Да, собственно, никак. У нас последовательное выполнение продолжалось, просто в силу специфики реализации железа это последовательное выполнение выполнялось, грубо говоря, мгновенно. У нас вот та самая железяка, которая выполняет команды последовательно, да, она их за один раз выполнила все, потому что их выполнять не надо. И внезапно остановилась со словами а вот здесь надо начать что-то выполнять только в тот момент, когда достигла ячейки, помеченной галочкой, а вот это выполнять надо. Мы эту галочку проверяем, но это проверяется тоже за один раз, понимаете? То есть я для каждой делаю микро-иф, который прыгнул? Нет, не диа, а, да, делаем, но микро-иф на один бит, в отличие от ифа, давайте сравним число с числом. Вот тут нам не хватает с вами как раз знания схемотехники, да. Такое количество дальше. Сейчас, секунду. Тут нам с вами, ага, мы уже закончили, да? На нас спор. Ну, хорошо. Окей, давайте подведем итог. Сейчас, нет, давайте, сначала подгляжу споргалку, простите. Простите, пожалуйста, про внешние устройства. У фон Неймана был еще дополнительный принцип управления внешними устройствами вводом-выводом, который мы опустили, потому что с сегодняшней точки зрения он кажется странным. Да, конечно, к вашему компьютеру должно быть подключено множество внешних устройств, чтобы взаимодействовать с окружающим миром, например, с вами. Иначе это получится тот самый сферический конь в вакууме, за которым мы наблюдаем с помощью внешних, каких-то других инструментов. Вот. У фон Неймана было четко сказано операции ввода и операции вывода на внешние носители, причем внешними носителями тогда являлись там эти самые ферритовые решетки, еще что-то такое, перфокарты. Вот. Понятное дело, что в реал-лайфе, который меняется очень быстро, перфокарты уже мы как бы почти не встречаем. Вот. Но операции ввода-вывода как помещение куда-то и получение данных откуда-то, конечно же, должны быть. Вот. Ну, видимо, здесь хороший повод поставить точку в сегодняшней лекции. Вот. В следующий раз мы говорим про систему команд и про то, как она конкретно превращается в систему команд, ну, допустим, архитектуры MIPS. Ну, на этом, собственно, все. Вопросы еще? Пожалуйста. Тогда всем до свидания. До свидания.